Между тем, подключаем нашего гостя Михаила Подолека, советника главы Офиса Президента Украины. Михаил, здравствуйте. Да, добрый вечер. Да, Михаил, ну вот мы хотели с этой новости как раз начать. На всякий случай, для тех, кто к нам только подключился, уточним. Назначенный Путин, глава Крыма Сергей Аксенов, создал на территории острова свою ЧВК. До этого мы также видели новости, что свои ЧВК планируют создать и Газпром, и Минобороны вроде как собираются это сделать. Вот вопрос такой, с чем вы это связываете, насколько это весомые причины для дополнительных опасений, может быть, со стороны украинцев? Ну, когда вы позволяете мелкому бандиту, которым являлся Аксенов в течение всей своей карьеры, до момента возвышения в качестве прокуратора от имени Путина в Крыму, то, конечно же, это выглядит нелепо. Знаете, это скорее узаканивание ОПГ, то есть бандитских групп, которые всегда находятся при крупном российском бизнесе, или в данном случае в Крыму. Они так или иначе были интегрированы, они так или иначе занимали окружение Аксенова. Ну, мелкие бандиты, крупные бандиты, которые там решали какие-то свои вопросы, отрыдерить чей-то бизнес, захватить. Ну, вы знаете, что такое Крым, да? Вот давайте 8 лет. Это очень интересная история. 8 лет — это история постоянного отъёма чужого имущества в том или ином виде. Ну, имеется в виду, прежде всего, конечно же, у граждан Украины, которые вынуждены были покинуть территорию, кинув там свои бизнесы, дома, квартиры и так далее. Вот Аксенова организовала такую небольшую группу возле себя, приблоднённых, которые занимались узаканиванием ворованного бизнеса. Вот сейчас он хочет узаконить ОПГ, да? Ну, то есть, грубо говоря, чтобы это выглядело не как какая-то частная детективная контора или частное, скажем так, охранное агентство, да, что было типично для ОПГ. То есть ОПГ в классическом виде всегда переходили потом в детективные или охранные агентства для того, чтобы легально использовать оружие, для того, чтобы легально принимать участие в расследовании каких-то и так далее. Сейчас есть новомодная фишка, новомодная фишка, которая называется ЧВК. И это не вопрос даже политический, это вопрос дефрагментации российского государства. Вот как вы себе представляете, государство, которое долгое время заявляло о том, что они действительно монопольно владеют правом на внутреннем рынке, я про внутренний рынок говорю, монополией на силу как таковую, на силовую вертикаль. И сейчас это государство практически даёт право мелким князькам или крупным компаниям, финансовым группам получать свои частные армии. Вот смотрите, как только матрица российского государства начнёт окончательно обрушаться, что будут делать эти армии? Ну, они будут заниматься мародёрством. То есть, грубо говоря, они будут какое-то время доминировать в публичном пространстве Российской Федерации, пока идёт процесс трансформации. Я хочу, чтобы это уже было понятно. Это не вопрос участия группы Аксёнова в войне против Украины. Вы же понимаете, что такое Аксёнов для того, чтобы воевать с Украиной. Безусловно, никаких, скажем так, ЧВК, которые будут способны хотя бы на уровне того же Привожина, на уровне ЧВК Вагнер воевать, безусловно, этот субъект не построит ничего подобного. А зачем Аксёнову нужно? Аксёнову это будет нужно для того, чтобы, воспользовавшись слабостью государства, попытаться сохранить те сворованное имущество, которое он в Крыму украл и попытаться вывезти куда-то в какой-то российский регион, а потом, всё-таки, воспользовавшись, опять же, слабостью государства, попытаться где-то добрать чужого имущества. Ну, то есть, когда там местные власти начнут распадаться, федеральные власти начнут распадаться. То есть, грубо говоря, это подготовка к внутренней большой войне за чужое имущество. Не более, но и не менее того. А в контексте обороноспособности Крыма и в контексте того, что они собираются его долго удерживать и не собираются создавать, как вы думаете, то, что они создают ЧВК, они собираются больше наступать с этой стороны или это наоборот, как ты говоришь, линия Пригожина, это чуть больше защита, и они не то чтобы в панике, но в волнении от того, что Крым действительно Украина может вернуть себя. Это связано с этим или это только ОПГшная такая история? Ещё раз, это два разных параллельных процесса. То есть, у таких как Аксёнов, посмотрите, ментальность Аксёнова, это же не ментальность государственника, это ментальность примитивного бандита, который вырос в определённую должностную персону, ну, имеется в виду фиктивную должностную персону, потому что никакой карьеры он, естественно, не делал. Это захваченный чужой объект, ну, имеется в виду в данном случае полуостров Крым, где бандиту сказали, ну, мы, смотри, украли, там всё равно ничего легального не будет, ты можешь там управлять какое-то время. Поэтому для Аксёнова не существует понятие «государство России». Я хочу, чтобы вы не обольщались. Для Аксёнова существует понятие «пахан», который может позволить ему, как марионет, извините, пожалуйста, за этот сленг, ну, просто мы говорим о таком субъекте, по отношению к которому, ну, вряд ли мы должны с вами политологические, скажем так, определения использовать. Вот «шестёрка» при «пахане», вот ему позволили питаться с этой территории, кормиться на этой территории. Он не собирается её защищать, она для него ничего не стоит. Точно так же, как российское государство, для него тоже ничего не стоит. Он не собирается, как любой бандит, он не хочет умирать за государство, как концепцию. Он хочет получить от «пахана» защиту. Поэтому для таких, как Аксёнов, не существует государство, которое надо защищать. Для него существует свой корыстный интерес, который надо защищать. И вот для этого он делает частную армию. Соответственно, у них расчёт какой? Либо «пахан», которому он какое-то время служит, условно говоря, гарантирует ему дальше территорию для кормления, он её защитит. Ну, то есть проведёт определённые мероприятия по защите Крыма, который сегодня криминализован. Точно так же, как Донецкий регион, ну, имеется в виду Донбасс, там, Луганская, вот эта часть оккупированная, она криминализована. И, соответственно, вот интересы у людей, которые там от имени Москвы, от имени режима московского, да, управляют, это интересы территории, которую они криминально обслуживают, которую они объедают. Ну, я так примитивно скажу, но будет понятно. И, соответственно, они рассчитывают не сами защищать эти регионы. Ну, понятно, что они могут там какую-то часть населения мобилизовать, потому что это для них мусор, да? Ну, я прошу прощения опять же. И так далее. Но, тем не менее, они рассчитывают, что российская армия будет умирать за то, чтобы у них осталось в кормлении эти регионы. Не более, но и не менее того. Такова концепция, к сожалению, российского государства на сегодняшний день. Поэтому сам Аксенов со своей армией, конечно же, на передний край лезть не будет. Какую-то часть крымчан он мобилизует однозначно. Ну, то есть, грубо говоря, правит их умирать, как только начнется процесс деблокады острова, деоккупации полуострова и так далее. И, соответственно, сам он тихонечко отсидится в Краснодарском крае, ну или где-то глубже. И в ожидании того, Крым останется все-таки как криминальная территория под эгидой Российской Федерации, или Крым окончательно уйдет в правильную юрисдикцию, ну и вернется, собственно, в рамках пежурного права Украины. А, Михаил, ну вот вы до этого говорили как раз про отъем имущества, и в контексте этого есть тоже любопытная новость, расследование новой газеты «Европа». Россия захватила около тысячи компаний на аннексированных территориях Украины от заводов, как мы уже говорили ранее, и агрохолдингов до аптек и рынков. Соответственно, понятно, что это какая-то отвратительная, омерзительная практика, тут никаких вопросов нет, но между тем, будет ли Украина оказывать помощь бизнесменам, которые эти предприятия сейчас потеряли? Несомненно, в рамках программы восстановления Украины, в рамках программы, которая обсуждается на разных уровнях с нашими партнерами, в том числе для возобновления работы экономики, ну, как концепции экономики в Украине, она сегодня подавлена, абсолютно точно, что мы испытываем существенные дефициты и в работе бизнесов конкретных, и в работе отраслевых, больших рынков, сервисных рынков и так далее и тому подобное, безусловно, мы будем оказывать поддержку всем нашим предпринимателям, но для того, чтобы иметь в виду в том числе тем, которые получили, ну, когда мы деоккупируем территорию, они смогут вернуть остаточные свои активы, но тем не менее понятно, что они будут либо разграблены, либо обворованы, либо уничтожены, да, ну и, соответственно, государство будет каждый такой случай, естественно, рассматривать и помогать бизнесмену восстановить свой бизнес, ну, то есть компенсировать либо основные средства, основные средства производства, либо те инструменты, которые он потерял, либо те угодья, которые он потерял, если мы говорим о сельскохозяйственных индустриях, да, и так далее. Понятно, что все это будет делаться, и государство будет, это, кстати, сейчас и обсчитывается вместе с Мирным банком, мы считаем те убытки, мы сейчас берем не какие-то абстрактные убытки, а именно инфраструктурные убытки, потеря тех или иных бизнесов, потеря тех или иных отраслей и так далее, вот то, что вы говорите, захват больших заводов, малых заводов, захват магазинов, складов и так далее, и тому подобное, все это разграблено, уничтожено, и, естественно, все это подлежит компенсации, мы будем это делать. Но тут вопрос другой. Мы же когда говорим о том, как правильно должна финализироваться война, мы же про репарации, опять же, говорим из двух мотивов исходя. Первый мотив — это, естественно, моральное наказание в течение длительного времени, ну, чтобы рублем, собственно, следующим поколениям россиян показать, что война — это дорого для них непосредственно, ну, для государства, соответственно, для общества, которое одобрило эту войну, а второе — это как раз способ компенсации бизнесу, который потратил, особенно на оккупированных или прилегающих территориях. Несомненно. И вы сейчас очень четко говорите о том, что делает Россия на оккупированных территориях. Знаете, вот эта сказка, мы пришли кого-то освобождать, спасать и так далее. Нет, пришли абсолютно точно, концептуально бандиты, которые пришли грабить, да, под эгидой армии как таковой, но армия сегодня не является военной силой, просто классической военной силой. Это, опять же, по сути, если так можно выразиться, крыша для бандитских формирований, которые должны были бы максимально жестко отжимать и бизнесы, и имущества, и основные средства. Еще хочется, Михаил, вас спросить по поводу военнопленных. Такая тоже вечная тема. Вот Украина передала России тяжело раненых пленных. Причем это был не обмен военнопленными, а такая выдача без дополнительных условий. Как в этом отношении ведет себя российская сторона? Отдает ли она Украине тяжело раненых бойцов? И если нет, то, на ваш взгляд, почему? Отвратительно ведет себя российская сторона. Российская сторона демонстративно не придерживается ни Женевской конвенции, ни, если шире говорить, международного гуманитарного права. Передача тяжело больных, тяжело раненых, детей, гражданское население идет по процедуре так называемой репатриации без всяких предварительных условий. Это ключевой элемент войны. То есть, грубо говоря, никаких оговоренных условий быть не может, когда нужно передать тяжело раненого человека. То есть это как бы не обсуждается. И это прописано очень скрупулезно, и в конвенциях, и в международном праве более широко с точки зрения гражданских лиц и так далее. Украина придерживается скрупулезно. Мы все время об этом говорим. Российская Федерация не идет ни на какие другие разговоры, кроме как прямолинейного обмена пленными, исходя, опять же, из собственных интересов. Ну, то есть в рамках этого обмена плена, обмена пленными. Спасибо, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжили свою работу, поддержите нас, оформите спонсорство или нажмите кнопку «Спасибо» под этим видео. Внесите свой важный вклад в борьбу с пропагандой и лично Путиным. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok